Добрый всем день, с вами Кочевник и мы продолжаем освещать турнир Big Winter Tournament по Rise of the Witch King от собственно русского сообщества Rise of the Witch King. Сегодня у нас первый четвертьфинал Мора против Зираэля и первая карта Mount Graham. Посмотрим кто из них круче. Мора показал себя как человек очень и очень рукастый, хотя насколько я помню Godfather у него выиграл. Зираэля мы по-моему не освещали, надо будет об этом подумать. По-моему нет, по-моему игры Зираэля мы не видели. Ну я не думаю что это существенно. В любом случае это будет что-то на что стоит посмотреть. Вот она наша карта Mount Graham. Начинаем. Слева сверху красный эльф. Зираэль справа и снизу синий изенгард. Мора. Посмотрим через что будут ребята открываться. Пока что открываются они через экономику. В этой игре почему-то Мор назвался Дарком. Я уточнил, это все-таки он. То есть это видимо он поменял никнейм где-то там в игре. Не знаю зачем, не спрашивайте. Открывается через барак Зираэль. Не через что будет открываться? Не через что пока Мор не открывается. Ну допустим. Через уркпит. Смотрю кто что взял. Эльф взял у нас пока что полтинник. То же самое взял изенгард. Это 300 на 300 по экономику. То есть все нормально, все стабильно. Все идет по плану. Даже когда по плану не идет. Первый барак ставится. Первый барак открывается. И выходит. Точнее строятся мечники. Уркпит еще пока что не готов. Но это не очень важно. Напоминаю что справа сверху, слева снизу у нас есть по инне. А в ущелье есть соответственно слева снизу, справа сверху. По башенке. Строитель бежит вперед. Не знаю зачем так далеко ему бежать. Либо он разведочный. Либо я не знаю. Фаланга строится от Мора. И видимо от какого-то пуша с ланцами. Но пуша с ланцами у нас пока нет. Мечники сейчас вот-вот выйдут. Первые лориенские мечники. Лориенские мечи. Лориенские воины. А все остальные не воины. Не джигиты. Что-то собрался ставить. Неужели, неужели Зайраэли хочет сходу запушить на чем-нибудь. Да, походу собирается. Может быть героическую башню впилить. Черт его знает. Вообще сначала дерево бы впилить. Но я не знаю что он тут пытается сделать. Что-то передвигается на сантиметр туда. Фаланга Мора пошла на север убивать тролля. Так, спасается в стеночку синий строитель. Как раз строитель все еще стоит. Попытку убить экономику. Сразу бегут эльфийские лориенские лучники. Стандартные выходят. Сейчас будут выходить у руки. Да, уходят у руки. Здесь фаланга разбирается с троллем. Берем тролль. Так, снимается стена. Спасся. И что мы ставим? Стается башня. Вешается полтинник на два отряда эльфа. Небольшая проблема мог быть и у руков. Можно на полтиннике добить экономичку. 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 Ставятся арбалеты. До текания бежит еще одни лучники. Мне кажется здесь скорее надо было ставить... Это мое мнение. Скорее надо было ставить фонтан. Ну, такое. Надо место до текания делать. Причем срочно отступают лучники. Сейчас будет еще 30. Очень хорошо. Арбалеты побежали. Ну, куда ты уходишь? Уходи сюда тогда. Смысл уходить из-под этого самого... Из-под статуи. Арбалеты немножко получают по лицу. Даже немножко, довольно сильно получают по лицу, если быть откровенными. Да, одна фигурка остается от отряда арбалетов. Фаланга бежит харасить эльфа, судя по всему. Поставил стебл. Сланцы делаются. Пардон, в бараке что-то делается. В бараке делаются мечи. Минус. Надо ставить зеркало. Если уж ты подпушил, надо это закреплять, друг мой. Сильно получили мечи по лицу, но... Не знаю. Пока все стабильно. Да, фаланга пришла харасить. Не очень удачный способ харасить, ребят. Продается дерево. Зря продал, на самом деле. Могу поставить какое-то время. Мечи идут разбираться с фалангой. Паланцы выходят разбираться дальше. Отряд лучников выходит вперед. Что-то будешь строить по рукпиту, что ли, у нее клуманы. Отряд арбалетов сюда. Здесь отряд черных орков из инны выходит. Минус строитель. Так это больно, между прочим, сейчас было. Плохая идея. И выходят ворговсадники. Взаимная аннигиляция. Ворговсадники. Изенгар, правда, переворажился в это все. Своим, правда, не нарежут. Да, лучники страдают. Ланцы пытаются что-то сделать. Бегут мечники. Пара деревьев таки рухнула. Нет, одну дереву рухнула. Непонятно, за кем остается поле боя. Фонтан надо ставить, друг мой. Бурговсадники, кстати, от ланцы так грибут. Да и ранены они уже. Доставь ты башню, господи. Что-то ты ходишь строителям, непонятно зачем. Сейчас еще строителей сольешь. Копьи бегут. Фаланга бежит. Так, вот это уже интереснее, но проблема в том, что сейчас у нас нет, получается. Черт знает что, слушайте. Надо ланцами ловить воргов тогда. Второй отряд воргов. Хорошее забегание в арбалеты, качественное. Очень неудобно, сейчас в аргию попали ровно под копья. Вешается полтинник на фалангу. Дотекание бежит из лучников и еще одной ланцы. Ланца полужевая. Да ставь ты долбанный фонтан. Полтинник кидается на пехоту. Вешается лечение. Сразу на эльфа. Пять очков у Озенгарда есть. Минусов. Все, что-то здесь есть. Ладно, нормально. Эльф выигрывает драку. И вполне возможно выигрывает игру. Да. Резко закончил игру. Товарищ зенгарец. Но это 1-0 в пользу Зираэля. Смотрим вторую игру. Эта игра будет на карте Эрек. Вот прервался очень резко, к сожалению. Это даже синьки не появилось. Просто прервался. Потеряв всю армию, два склада. Мора решил два склада кавалерии. Мора решил, что в общем все. В общем он был прав. Напряженный был момент. В какой-то момент был напряженный момент. Но эльф не ставил фонтан. Хотя мог бы. Точнее зеркало голдри эльф. Суть фонтана есть. Лечение оно и в Африке лечение. Ну что, смотрим вторую игру. Карта Эрек. Вот смотрите, голым у нас тут тусуется. Счет 1-0. Слева сверху у нас победители предыдущей игры. Зираэль красного цвета. Справа снизу Мора синий Мордор. Синего цвета, да. Синего цвета Мордор. Гоблин тут красный. Карта, в общем, свез с неба не хватает. Башня, башня. Ну и тут пара духов. Красиво в прошлую партию сыграл Зираэль. Посмотрим через что он будет открываться сейчас. Открывается он через достаточно ранний барак. Что в принципе для гоблина must have. Стабильный барак. Да, тайминговый нормальный барак. После второй фермы ставит Мора. Получается у нас оргпит. Второй барак, походу, это будет пушек. Push me. Как там, что-то там. Touch me. Get my satisfaction, да. Till I can get my satisfaction. И там такие девочки. Такие, кстати, девочки там были. Ладно, орковские питы. Две. Обычные стандартные орки здесь. Ну, собственно, против гоблинов много и не надо. Дабл барак здесь. В принципе, нормальное открытие. Надо отправить строителя тогда ставить нычку где-то. То есть, харасс должен быть харассом. Правильно я говорю. Правильно. Первые орки сейчас будут выходить. Достраивают с оргпит. Побежали первые гоблины. Просто руками побежали. В смысле, ногами. В смысле, побежали без нычки. Если бережно пройти строителем и поставить, скажем, нычку вот здесь. Или вот здесь. Будет очень клево. Галлана не дайте орку опомниться. Первое столкновение. Что, ребята, выбрали? Полтинник убрал Мордор. Полтинник убрал Гоблин. В принципе, оба достаточно стандартно сделали. По пауэрсам. Ну-ка. Да, как я и думал, вполне возможно, что здесь будет минка. И будет харасс. Гоблины развлекают орков. Второй отряд орков выходит. Со второго барака строятся лучники. Но выходят пока обычные, так понимаю. Да. Гоблин бежит налево. Гоблин бежит направо. Гоблин бежит туда. Гоблин бежит сюда. Фигра какой-то. Фигра тут, фигра там. Еще дабл-гоблины. Ставится минка. Отлично. Яд пошел. Тут яд пошел. Причина принимает бой, так сказать, гоблины. Здесь еще один гоблин. Ой, орки попадают под раздачу. Сейчас будут готовы лучники орки. Еще одни орки. Тут гоблины, кстати, вопрос. Да, кто круче ордерские. Ну, вообще, да. Получается, что гоблины круче, чем обычные ордерские морки. Морки. Мордерские орки. Ордерские морки. Третий барак. Вот это уже серьезная заявка на пуш. Агрессивен достаточно. Не надо уводить своих ребят на... Минус гоблины. Ну, два отряда орков. Мора слил. Еще два отряда гоблинов бежит. С трех бараков можно нас память гоблинов столько, что мама не горюй будет. Продается ферма. Мне кажется, что можно было подождать. Пусть бы он ее снес. Я вообще не очень понимаю смысл продажи фермы, если у противника нет бриганда же, например. Но продал ты ферму, но вернул ты 100 рублей. А то, что ферму он убивает будет некоторое время, особенно без бафов, может быть он баф потратит? Какой черт так делать? Ну, сложный вопрос вообще. Я не всегда понимаю, зачем они сразу продают фермы. Когда можно еще попинаться. По центру проходит... Господи, сколько же тут? Гоблаты-то. Молодец. Уже по сторонам тролляка. Сейчас будет первый тролль. Дома у гоблина что? Три барака. Тупо три барака с гоблинами. Ну, Зираэль, я не знаю. В принципе... Хотя, в принципе, если хорошо харасить, тут еще и курки затупили. Минус экономика немножечко. Давайте посмотрим. 350 у Мордора. Д67 на 350, одно очко. 180 на 450 у гоблина. У гоблина, конечно, ситуация получше. Еще один выход пачки гоблинов. Причем, по-моему, я так понимаю, три отряда. Минус экономика опять будет. Сможет ли отбиться в лоб от такого вот конкретно этого товарища гоблина? Господи, просто топчет. На пофиг. Кстати, вполне возможно, что сможет. Так, там какое-то преследование. Здесь у нас 40 проиграет. Не, ну с трех бараков точно сможет. Я думаю, что уже примерно представляешь, что происходит. Товарищ Моро, он, в общем, не настолько... В общем, он... Да, он должен представлять. Так, здесь Харас, скорее всего, не удастся. Здесь сминают немножечко гоблинов. Но я так понимаю, что... Зираэлью на это... Слегка чуть-чуть совсем начхать. Правда, вот эту ферму он не заберет. Какой-то бешеный орк. И побежали. Минку бы. Ну ладно, тут вариантов нет, к сожалению. Орк очень глубоко ушел. Очень глубоко ушел в ТЛ гоблина. Еще три гоблина будут поставлены. Тут еще развлекают. Пытаться чем-нибудь убить. Прелесть какая. Пинать копьем тролля. Как они его поймали. Хорошие взаимные бафы. Но у гоблина здесь легкое преимущество. Правда, лучненькие. Вопрос в том, как быстро это кончатся у орки. А орки кончатся быстро. В спину заходит. Минус вся армия Мордора здесь ляжет. Так, здесь снесли минку. Да, вся армия Мордора здесь просто легла. Красавчик. Очень удачный был полтинник. Очень удачный был полтинник от гоблина. Гоблин получает преимущество. Переводит часть армии в какой-то там недохарас. Проблема в тролле, по сути. Хотя он тут уже полуживой. Азок вышел. Азок вышел. Азок нарезал. Азок, ну, Азок, который убьет. Отличное решение. Просто призвать героя. Пусть он с троллями разбирается. Коуфилип. Ну, а почему нет? Минус еще Адриаторка. Так. Здесь Севера подступает. Минус экономика. Сейчас будет Мора. Все. Очень много гоблинов. Очень много гоблинов. Посмотрим на экономику. 450-332 этого Мордора. 466 на 500 у гоблина. У него еще пятерочка освободилась. Бонус арды. Получает орки. Гоблин видит это и решает, что, в общем, нефиг здесь потеть. Забегание. Так, я так понимаю, что Азок разобрался с тем троллем. Нет, не разобрался. Чуть не хочет тролли воевать с Азоком. Ну, нафиг. Не, минус экономика здесь будет. Это второго, а не первого. Не знаю, бедно. Успеет. Успел. Забрал ферму. Валбу пока ничего интересного здесь. Толпа орков. То есть тут кого больше. Реально. У кого больше, то толдовий, я не знаю. Опа, глазком подсвечивает себе Мордор. Хорошее решение. В принципе, баф. Он и есть баф. Сколько помню, глаз Мордора это... Сейчас посмотрим. Подождите. Лидершип, да. Лидершип. То есть за бафом конкретно с полтинника он стакается. Еще вал на гоблоты. На этот раз с лучниками, наконец-то. Господи, боже мой. Четыре... Сейчас на троллей выходит на Фишур. Четыре барака. Гоблоты. Еще минус экономика. Гоблин пофиг. Он сделан из мяса, это называется. Гоблин пытается реализовать свое экономическое преимущество. 384-375 полтинник освободился против... 414-125, да. А вот Орк двигается аж с бафнутым бафа... Бафа-троллем. Бафа-тролль. Бафа-тролль. Лидершип-тролль. Палит этот выход. У нас Тироэль. Разгребает тут потихонечку, разбирает то, что нам понастроил Мордор. Сам стягивает армию на север. Господи, сколько же вас, ребята. Бонус Орды пошел. Не знаю, сможет ли бонус Орды сделать то же самое, что тролль. Полтинник вешается. Продается ферма. Полтинник вешается. И пошел Пуш. Кричит у нас тролль. Раскидывает. Разгоняет. Не знаю, сколько это в плюс вышло. О, добавь хороший. Птички. Проблема в тролле. Нечем останавливать. О, сдался. Знаете, почему он сдался? Потому что с юга вы видели, все это время полз отряд. Он дополз до базы. И Орк понял, что ему нечем крыть просто. Ну что ж. Шмура, мне кажется, все-таки сдался рановато. Но это мое мнение. Тем не менее, Зироэль побеждает 2-0. И Орк становится первым полуфиналистом чемпионата. Биг Винтерка Торнамент. По Райзу Двич Кинг. Поздравляем вас с этим. А я с вами прощаюсь. Всем огромное спасибо, кто смотрел. Понравилось видео ставьте лайк. Не понравилось ставьте дизлайк. Ждите с дальнейшего освещения турнира. С вами был Кочевник. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok